Брошенные больные. Оксана Мартынец из Новотроицкого стала мамой для восьми приемных детей. Первые брат и сестра появились в ее жизни после смерти собственного ребенка 9 лет назад. Все ребята имеют проблемы со здоровьем. Как справляется многодетная мать и кто помогает, узнавали наши корреспонденты. Тюма, переступи порожек сына. Давай, Тюмочка. Раз, мы умеем делать. Первые шаги 9-летний Артем сделал всего 3 года назад. И лишь недавно он смог впервые переступить порог. От мальчика его родители отказались еще в больнице. Там же лежала Оксана Мартынец. Во время родов женщина потеряла ребенка. Когда увидела оброшенного малыша, сердце дрогнуло. Видя то, как он ест за минуту бутылку с манкой, и как, знаешь, как собака Павлова, он свет включает, он ест. Свет выключает, он спит. Вот на это смотреть было страшно. Кроме умственной отсталости, у мальчика диагностировали целый букет диагнозов. Низкий гемоглобин, гастрит и воспаление лимфатических узлов. Он требует постоянного ухода. Оформлять опекунство Оксану отговаривали все врачи. Сейчас Артем любимец в семье. Надя родная сестра мальчика. Ее Мартынец забрала под свою опеку вместе с братом. В семь лет она знала лишь свое имя. Не умела ни читать, ни писать. Любовь и хороший уход дали возможность девочке догнать в развитии своих сверстников. Хорошо учиться закончила девятый класс. Целыми днями читает книги. Любимый жанр – фэнтези. Для себя она решила – обязательно станет библиотекарем. Книжка самая любимая. Сейчас подумаю. Меч колдуньи. С брата и сестры началась история этого детского дома семейного типа. Следом его пополнили еще шестеро ребят. Все имели проблемы со здоровьем. Сказали, дочь, а ну ты ж подумай. Это ж какая ответственность. Это ж дети, это не щенок и не котенок. Это на всю жизнь. Да, конечно, я все понимаю по этому. Мы всегда поддерживали ее любое решение. В новой семье дети менялись на глазах. Маша была замкнутой и ничем не увлекалась. Сейчас самостоятельно делает эрегами и учится играть на синтезаторе. У Оксаны есть две родные дочки. Всех десятерых воспитывает одна. Помогают родители. Средств, чтобы прокормиться и оплатить лечение, не хватает. День, когда привозят гуманитарную помощь Рената Ахметова, для них большой праздник. Каши тоже вадим килограммами сразу. Вкусное масло берем в месяц по 10 литров. Поэтому для нас это актуальная помощь. Мы за нее очень благодарны. Мы постоянно сотрудничаем с детским домом. Постоянно сотрудничаем с Леонидовичем. Поэтому и футбольный клуб нам помогает. И Леонидович. Собраться вместе за общим столом семье Мартынец удается редко. Мальчишки пропадают на улице. Старшие девочки готовятся к экзаменам. Каждого ребенка мама считает своей гордостью. И уверена, что в будущем поводов, чтобы гордиться, станет еще больше. Татьяна Блинова, Оксана Корчма, Евгений Якунин. Телеканал Донбасс.